Всем привет, это Михаил Веган. Добро пожаловать на мою кухню. Здесь я готовлю очень вкусную и даже иногда полезную пищу. И все здесь по-вегански. Сегодня приготовим просто офигенные овсяные котлеты. И прежде, чем мы начнем, хочу сказать спасибо компании Талер, которая является спонсором этого выпуска. Они предоставили мне просто офигенную такую большую бамбуковую доску с вот такой вот съемной... Как сказать? Фигнёй не назову, но дощечкой со съемным лоточком, который очень удобно применять, когда нарезаешь свои продукты на такой большой удобной поверхности. Сегодня на ней и буду я работать. 15% скидка по промокоду Веган от компании Талер. Она... Она... Это ссылочка. Она внизу, она всегда в описании. Проходите, пользуйтесь и будет вам счастье. Погнали! Нам потребуется обычные овсяные хлопья, крупного помола, а также панировочные сухари. Помимо этого я буду использовать одну большую крупную луковицу репчатого лука, пару чайных ложек приправы хмели-сунели, 3 зубчика чеснока и немного мускатного ореха. А также буду использовать свежемолотый черный перец и соль. Для начала переместим наши хлопья в большую по объему посуду и добавим к ним все наши специи хмели-сунели, натертые на терке мускатный орех. Мне нравится, как звучит. Натертые на терке мускатный орех, а также свежемолотый черный перец и соль. Зальем всю эту смесь кипятком, немного перемешаем и отставим в сторону настаиваться на 10-15 минут для того, чтобы хлопья набухали. Сейчас займемся нарезкой, самой главной частью этих котлет. Как можно мельче нарезаем репчатый лук, просто для того, чтобы он превратился в уже состояние, больше похожее на кашицу, для того, чтобы как можно большее количество сока из него вышло и впиталось в хлопья. То же самое проделаем и с зубчиками чеснока и мелко-мелко их измельчим. После набухания добавим лук и чеснок в наши овсяные хлопья и хорошенько все перемешаем, после чего можем приступить к формированию котлет. Для этого на доску высыпаем панировочные сухари и небольшое количество для достаточно для того, чтобы сформировать одну котлетку, собираем массу из овсяных хлопьев и выкладываем на панировочные сухари. Начинаем формировать котлетку. На разогретой сковороде с добавлением небольшого количества масла начинаем обжирить эти котлетки до появления золотистой хрустящей корочки. Как только они будут готовы, будем проводить. Субтитры создавал DimaTorzok Котлетки получаются с хрустящей аппетитной корочкой, а внутри очень мягкие. Это очень интересное блюдо, очень вкусное. Обязательно стоит его попробовать, если никогда не пробовали. Если вам нравятся котлетки из чечевицы и риса, рецепт, который можете найти по ссылке в описании к этому видео, я думаю, что и этот вариант вас тоже заинтересует. К таким котлеткам я бы рекомендовал подавать свежие овощи или салатики из свежих овощей. У меня здесь салатик из свеклы. Тоже очень вкусно. Что-нибудь свежее, что-нибудь легкое, таким плотным жареным котлетам отлично подойдет. Надеюсь, вам понравился этот рецепт. Если это так, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на канал, поделитесь этим видео со своими друзьями. До новых встреч, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok